фрактал это малоизученная фигура со свойством самоподобия пока математики всерьез не взялись за такие объекты но аспирант института математики и механики кфу уже готов объяснить что это такое и как можно с ними взаимодействовать фракталы это фигуры обладающие свойством самоподобия то есть мы примеру берем квадрат из него вычеркиваем центральный квадрат у нас остается 8 клеток да вокруг из каждой из этих 8 клеток мы опять вычеркиваем центр и так далее ясно что этот процесс можно повторять бесконечно но вот то что мы в конечном итоге получим и будет одним из примеров фрактала то есть свойство самоподобия состоит здесь в том что если мы увеличим масштаб мы будем видеть ровно ту же самую картинку что и исходно классические примеры фракталов легко найти в окружающем мире это папоротник капуста брокколи или горные пейзажи и в природе таких фигур не счесть реальность такова все с чем мы имеем дело в школе параболы синусоиды встречаются в природе не часто как показала дальнейшая жизнь фракталы это не что-то такое редкое какой-то монстр редкий зверь наоборот все наши хорошие фигуры формы которым мы привыкли кружочки квадратики это исключение из общего правила общее правило это как раз что-то вроде фракталов и сейчас в общем-то математики всего мира они работают над тем чтобы попытаться распространить математику которую мы знаем на вот эти вот фигуры сложной формы в этом месте в общем много проблем работы еще много но потихоньку она движется вот и у меня небольшой есть в это вклад фрактальная геометрия способна решить сложнейшие задачи например нарисовать кровеносные сосуды в легких более того фрактальная геометрия оказывается полезной во многих областях в первую очередь в биотехнологиях например при диагностировании онкозаболеваний если фрактальная сетка сосудов в каком-то месте нарушена то следует обратить туда внимание скорее всего этот участок является очагом болезни но выяснилось что сетка сосудов она часто тоже имеет фрактальную структуру поэтому если мы смотрим и видим что где-то она нарушается это легко сделать то есть это в общем не очень сложное программное обеспечение то мы можем с уверенностью сказать что вот в этой области что-то пошло не так ну где-то там естественный порядок вещей нарушен да и соответственно скорее всего там что-то уже можно более пристально обратить внимание посмотреть но это не единственное конечно применение можно с уверенностью сказать что жизнь каждого из нас состоит из фракталов и неисправляемых кривых и в этом легко убедиться стоит лишь один раз взглянуть на мир как на часть одного фрактала аделья мухаммедович на роман самарин универ ньюс